В Тверской области назван победитель ежегодной премии имени Салтыкова-Щедрина. Кто стал ее обладателем и какая премия для творческих людей может еще появиться в нашем регионе, расскажем прямо сейчас. В этом году ее обладателем стал прозаик журналист-член Союза писателей России Евгений Борисов. Она ему присуждена за книгу «Автопортрет на фоне снегопада», где собраны рассказы повести разных лет. Ее герои — жители Тверской области. Глазами через их переживания показан облик верхневожья в годы Великой Отечественной войны. Послевоенное, Советское и постсоветское время. Произведение посвящено теме преемственности поколений, памяти и живой связи времен, что очень важно. Глава региона отметил, что цели и задачи получения премии в дальнейшем будут скорректированы. Мы являемся регионом, который имеет большую историю. И нам надо более четко уточнять те номинации, которые мы хотели бы отметить. Это история Тверского края, это сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, и это увековечник каких-то и описаний исторических событий, которые проходили на нашей территории. И тут очень важна действительно номинация для тех, которые являются уже выдающимися и признанными писателями. И введение номинации по молодежи, я считаю, что это было бы очень правильно. В разговоре с журналистами Горудень отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о новом поощрении для деятелей искусств. Я не исключаю сейчас, я думаю, мы с коллегами завершим это обсуждение в ближайшие недели относительно уже новой значимой премии, которая могла бы звучать, например, в формате государственной премии Тверской области. Чтобы это было некое признание таких выдающихся заслуг, уже более новое качество подхода к трудам и достижениям наших гуманитариев, я имею в виду писателей, скульпторы, художники. Отметим, что премия имени Салтыкова Щедрина учреждена областным правительством и присуждается ежегодно с 2012 года. Ее размер 50 тысяч рублей. Претендент на ее получение утверждается экспертным советом. Отметим, что всего за эти годы обладателями премии в Тверской области стали 8 человек.